Синий кубинец, красный. Сейчас посмотрим, трико покажут. Кто знает, наверное, сразу узнали его. Лицо. Похоже, что дагестанец, но таких триков в Дагестане нет. Разноцветные, разнообразные, еще они засудить не дошли. Иранец, наверное, иранец. Итак, дорогие друзья, напоминаю. Это иранец и кубинец. Да, удивительные перипетия вольной борьбы, дорогие друзья. С острова далекого Кубы. В Корейском море расположен этот остров. Дорогие друзья, кто не знает географию, это под боком Америки находится вот этот остров. Как и Лукашенко, Сидель Кастро до сих пор противостоит наступлению мирового империализма. И пока что они... А сколько людей? Пока что они не проиграли никому. Сколько людей здесь? С этой стороны не досталось иместа. Кубинец спросит, дай же бал, говорит, дай бал. Хитрые эти кубинцы, дорогие друзья. Удивительные эти кубинцы, непонятно откуда появившиеся. У них не развит, у них бокс развит, кубинцы. Вы знаете, наверное, кубинские боксеры, это великие боксеры в общем мире. И вот приехали сюда, в самую сильную республику Дагестан, и здесь что только не творят. Удивительное потрясение для нас было. Врача не хочу, Горди, не надо мне врача, оставь меня в покое. Иди, иди, иди кричать ему. Последний раунд, все-таки надо выиграть. Кубинец выиграл. И дагестанцы благодарны тому, что издали, приехали, постоянно болеют за кубинцев. Хотя иранцы тоже, иранцы тоже можно болеть. Украсили наш турнир. Очень приятно создаваться, уважают дагестанцев и приезжают к нам. Вот иранский тренер, сведет руку кубинцу. Итак, дорогие друзья, посмотрим, кто же пришел на турнир Амаром Хирача, вон там очкарик. Вы ее не узнаете, наверное, без прически своей, с традиционной длинными волосами. Магасто. Красный азербайджанец, синий грузин. Две соседние Кавказские республики. Два государства уже, государства, дорогие друзья, самостоятельные государства. Вот их представители приехали. Вечно небритые азербайджанцы. Чистые, оприятные грузины. Ну, кубинцев денег нет. 50 долларов для них это большие деньги. Когда дают 5 тысяч долларов, когда дают 10 тысяч долларов, когда дают 20 тысяч долларов, это для них, для людей, которым хлеб получают, нормированный хлеб. У них невозможно купить две рубашки. Вас могут наказать. Строго ограниченные потребления хлеба. По салонам раздают. То есть, когда у нас была Горбачевская перестройка, вот тот момент, когда сахар, все исчезло с витрин. Очереди не были. Вот такое же сейчас положение на Кубе. Но бесстрашный командант Фидель Кастро считает, что для Родины этого можно терпеть. Ради свободы, ради Родины. Фидель Кастро, Рауль Кастро в 59-м году сделали переворот. И до сих пор держатся. А Джамал Алиев здесь проигрывает иранцу. Может, это худые. Еще один сюжет. Как быстро ухаживать за ковром. Обратите внимание, ковер хорошо натянутый, ровный. Хотя спортсмены не очень сильно потеют, крови тоже мало. Но, тем не менее, здесь уборка поставлена. Санитарный, санэпистанция. Сразу чувствуется, что в Дагестане есть санэпистанция, которая строго следит за тем, чтобы борцы не переняли другую какую-нибудь болезнь. И вот зрители тоже активно, которые участвовали. И даже вот, смотри, один старик открыл рот и не может его до сих пор закрыть. Вот теперь закрыт. Вот правая камера отсюда, утро два. Иранцы. Вот теперь посмотрите, иранских тренеров, как бывают иранцы. Все. Манты, говорит. Манты, говорит. Манты, говорит. Ругает. Манты. Вместе кричат на своего спортсмена. Дура. И что-то означает, наверное, на иранском языке. И проиграл их. Иханин. Ну что ты, говорит. Ну что ты, я тебе говорил. Говорил. Ну что ты, понимаешь. Иди, иди, говорит. За руку в руку. Здоровайся. Все, ты проиграл. Здесь это спортивные мероприятия. Иди, иди. Иди ради Бога. И в печали. В печали спортсмены, тренеры. А сзади грузинские тренеры ходят. Смотрите. Топтаются, как шайтан. Вот они такие маньяки. Вот такая будет барба. Топтаются, как шайтан.